Всем привет в очередной раз. Есть такая проблема. Кто в сервисах занимается ремонтом компьютеров, очень часто сталкивается со спученными конденсаторами. Показывать не буду, не обязательно это. Частенько заказываю конденсаторы у китайцев. Случился один такая ситуация, что пришли конденсаторы. Я как бы не посмотрел, китайцам сразу отправил отзыв. Очень такие популярные конденсаторы 3300 микрофарад на 10 вольт. Я как бы одному человеку запаял, не посмотрел на них сразу. Правда было небольшое такое сомнение, какие-то они маленькие по сравнению со стандартными. Но запаял, ладно. Не посмотрел. Человек после чего не пожаловался, плохо работает. Привез. И когда сверху посмотрел, не знаю почему так внимательно этому отнесся, посмотрел, что они, эти конденсаторы у меня оказались изначально новые, спученные. Как бы блин, думаю засада. Китаец на колонну, уже отзыв отправил. Ладно, фиг с ним. Решил заказать себе для таких целей, чтобы запаивать в платы конденсаторы, в прежней западе их проверять, вот такой приборчик. В принципе, сейчас проблема не о конденсаторах таких, а хочу рассказать о приборчике. Немножко меня откликли. Так вот, решил себе заказать приборчик, чтобы мерять конденсаторы заранее. Потому что новые конденсаторы, конечно хорошо, но очень часто мы используем все-таки конденсаторы БУшные. Предположим, есть небольшое количество крупных фундеров с матерей. Они очень часто бывают по качеству, ничего не хуже новых. Лучше, конечно, понятно, что заказывают новые, всякие разные. Это мы тоже заказываем, естественно. Ну и БУшка очень отличная идёт. Поэтому, чтобы проверить ёмкость, хотелось бы мне приборчик, который меряет именно только ёмкость. Вот, поискал я в интернете и понял, что китайцы такую штуку делают. Вот, выглядит примерно так, в данном случае прибор. Ну, идёт с такой коробочкой. В принципе, коробочкой распинаться не буду. Внутри ничего такого интересного нет. Я сразу отложу. Вот, приехала нормально, непомятная, такая плотненькая очень. Почта России ничего с ней сделать не смогла, но это неважно. Комплектуется приборчик стандартными щупами. Отдельно к нему докупили щупики каркадельчиками, чтобы цеплять кондёры. Вот прибор. Вот. У китайцев, кстати, делают очень много всяких разных модификаций, но начинка одна и та же. Может быть, чуть-чуть отличается дизайн, не принципиально. Цвет, синий, красный, жёлтый, зелёный, всевозможных разных. Вот. Ну, функционально шкала точно такая же, как здесь. Ну, в данном случае прибор имеет вот эту модель DM6013L. Возможно, они похожи очень модели будут у китайцев. Пределы, то есть два режима включения-выключения. Куда, как говорится, было переключатель удобнее вывести. Вот. Выключается так. В этом положении он тоже выключается. Вот. Мерят от 200 микрофарад до 20 милифарад. 20 тысяч микрофарад. В принципе, для наших задач этого вполне хватает. Питается от кроны. Откручивать не буду. Обосновательная крона. К сожалению, прибор маленький. Как я в прошлом видео говорил, что мы используем часто литий-ионные элементы. Вот. Места мало. Переделать не представляется возможным. Поэтому пришлось поставить сюда крону. Ну, ладно. Есть подставочка. Наверное, была. Ни разу и не пользовался. Уже удалилась. Резко слишком дернул. Вот. Как бы вот так. Можно пользоваться. Я не пользовался. Вот. Значит. Хочу показать, как он работает. Фишка-то именно в этом. Как он работает, насколько качественно. Вот. Начнём с проверки новых конденсаторов. Я, конечно, это уже делал. Меня, в принципе, приборчик довольно удивил. Вот. И вернёмся к конденсаторам, которые я заказывал. 3300 микрофарад. Я заказал 100 штук. Вот. И они меня удивили. Ставим на режим 20 000 микрофарад. Ещё у нас показывает. 1200 микрофарад. Понятно. Китайцы и пали, скажем так. Написано 3300. Но я их перемерял все, что у меня были. Вот. Полторы тысячи. Вот. Они были все. Некоторые были не спученные, как здесь. Вот. Вот. Те, которые были не спученные, показать, что 2000 микрофарад. Короче, вот какую-то отбраковку нам прислали. Вот. Вот. Возьмём из коробки. 3300 микрофарад. Первый павший себе взял. Подсоединяем. 349. Ну, в пределах погрежности. Но не 1200. Хорошо. Возьмём из коробки другой либо попавшийся. 2200 микрофарад. Вот эти, кстати, качественные. Вот такие вот конденсаторы. Почему-то вот в матерях. Такие зелёненькие. Не знаю, что за производитель. Что-то они встречаются. Очень часто воспученные. Вот. Если брать фиолетовые. Вот такие. Не знаю, с чем связано. Коричневые тоже бывают, но менее часто на матерях. Вот. Чёрные. Вот эти вот почему-то качественные и спученные встречаются крайне-крайне редко. Поэтому причина спучивания конденсаторов до сих пор не ясна. Но, я думаю, всё-таки из-за качества самих элементов. Вот. Потому что бывает иногда мать берёшь, а на них спучены одни и те же элементы. Допустим, там 1000 микрофарад зелёненький. Они все по матери спучены. Все старые и не спученные. Вот. Как тут делать вывод? Возможно, всё-таки это именно за качественных конденсаторов. Точнее, некачественных. Вот. Наладим синенький, например. 2200. Подсоединим. Два и шесть. Немножко больше. Ну, больше не меньше. Хорошо. Поищем какой-нибудь другой. Примерно вот тут 1500. Возьмём конденсатор. 1500 на 6,3. 159. Тоже в пределах нормы. Так. Выберем зелёненькое. Вот. 2700. Нестандартный размер ёмкости. Емкости. 2700 на 6,3. 3000 парад. Тоже немножко больше. То ли он завышает, то ли такая погрешность. Вот. Есть большой. 4700 на 6,3. Тоже завышает. 5. Хорошо. Возьмём. Вот у меня есть тоже новые. Не спущенные. 2200 на 10 вольт. Турбрат какие-то маленькие они. Ну. Посмотрим, сколько ёмкость новых конденсаторов. Ну вот. 2000 мкарад всего. Хотя написано 2200. Поэтому теория о завышении ёмкости как бы не катит. Что-то где-то китайцы сэкономили. Значит тут не 2200 всё-таки в нём. Ну и размер маловато. 2200 если честно. Возьмём такой же. Тоже на 2200 на 10 вольт. 2200 на 10 вольт. Тоже на 2000. Вот они китайцы. Хорошо. Вот у меня есть линейка новых конденсаторов. По 1000 мкарад. Попробуем их. 0,94. Немножко меньше. Любой другой. С линии. 0,96. Ну в пределах погрешности. Попробуем на 1000 мкарад чем-то найти. Сейчас быстренько. Вот. Зелёненькие. Не любые зелёненькие. 1000 на 6,3. Ну попробуем его. 1700. Короче вот получается что. Если нужно точно забавить конденсаторы которые надо. То есть. Приборчик реально очень сильно помогает. И последнее время я именно пользуюсь. Потому что. Бывает. 1500. Синий. Бывает конденсаторы. Емкости не то что положено. В некоторых случаях это может быть не так страшно. О. 149. 1500. Чётко. Вот как. Верить прибор или не верить. Я предпочитаю всё таки верить. И. Подбирать кондёры которые мне нужны. По номиналу. Ещё раз на 1500 попробуем. Не может же он врать. О. 148. Опять 1500. Всё чётко. Кстати я. Проверял. Эту. Приборчик ещё. Проверял. С щипами обыкновенными. Проверял на. Плате. Меня тоже. Немножко это удивило. Конечно не совсем правильно. Надо взять. Любую плату. Плату. Я подготовил. Предположим. От блока питания. Запаяны. Элементы. Вот. Предположим. Тут у меня есть. Ну. 1000 на 16. Померим. Её. Прямо. В плате. 0.8. С одной стороны. На 71. С другой. Коряво. То ли он. Ну. Плата старая. Может быть. Конечно. Ладно. Вот рядышком ещё. Для меня здесь ещё есть. Подсохший конденсатор. Нет. 0.23. Тоже мало показывает. Вот. Рядышком маленький. 0.43. 0.43. 470 микрофарад. Тут что-то более-менее похоже на правду. Надел эксперименты. Проверял. Что-то очень честно показывает верно. Ну. Допустим. Большие вот. 330 микрофарад. Большие конденсаторы стоят. Попробуем их. Так. На входе. Не. Нифига. Показывает херню. 15. Такая всё в режиме. 2000 микрофарад. Будет точным. 150 микрофарад показывает. Что-то странно. Всё какое-то заниженное. Ну. В принципе. В схеме. Лучше конечно не мерить. Естественно. Ну. Вот. Ну. В принципе. Прибор мне очень сильно нравится. Ну. Вот. Если мерить очень маленькие емкости. Вот. Тут есть режим. Пикофарадов. По-моему. Что-ли. Вставление нуля. Или на больших. Блин. Не помню. Уже. Где-то там реагировал. В каком-то бесположении. А. Да. Вот. Если мерить маленькую емкость. Вот. Здесь есть. Вставление нуля. Вот. Крутим его. И выставляем ноль. Тем более точных измерений. 200 пикофарад. 2000 пикофарад. Тоже вот. Выставить точку нулевую. Ну. На данном больших. Не в костях. Здесь не реагирует. Вот. Так что. Реально. Рекомендую. Тестер. Вот. У кого-то есть более универсальный приборчик. Который меряет не только емкости. А все остальное. Вот. Ну. Мне штука понравилась. Вот. Вот. Сейчас. Обязательно перед запайкой конденсаторов пользуюсь. Вот. И ни разу не пожалел. Что купил. Стоит недорого. Меньше тысячи рублей. Вот. Для сервиса. Штука незаменимая. Вот. Так что. Как говорится. Всем пока. Удачных ремонтов. Удачных ремонтов. Оставляем вот później. Удачных ремонт.